Чемпион с отсутствием олимпийских перспектив, лучшие дайверы из Сухопутной Республики, кого Мария Киселева назвала слабым звеном по итогам соревнований в Саранске, Сивильские конспекты тренера Черышева. Об этом и многом другом расскажем в нашем выпуске спортивного архива за 8 июля. В 2008 году в нашей эминной эфире мы рассказывали о первом в Мордовии дзюдоисте, завоевавшем медаль международных соревнований. Им стал на тот момент 18-летний Роберт Мшвидабадзе, который уверенно выиграл чемпионат мира среди профсоюзов. В личном зачете он победил всех своих конкурентов досрочно, а в командном в решающем момент при счете 3-3 вырвал победу у австрийца и принес нашей сборной золото еще и в командном первенстве. Роберт подавал большие надежды, но в 2016-м экс-министр спорта Киреев посчитал его неперспективным. Спасмен уехал в другой регион и завоевал там серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы. На эти соревнования приехало много борцов из разных стран. Дайверы из сухобутной Мордовии становятся постоянными участниками практически всех крупных российских и международных турниров по подводному спорту. 8 июля 2015 года мы рассказывали об их успешном выступлении на Кубке мира. В Санкт-Петербурге наши подводники завоевали рекордные для себя 9 медалей. За награды боролись представители 13 стран. Мордовские дайверы были призерами во всех четырех дисциплинах. Особенно удался ночной дайвинг, где наши заняли первые 4 места. В самой престижной дисциплине 100-метровой полосе препятствий на счету дуэта Михаил Морозов-Артем Санаев-Серебро. Благодаря результатам, показанным на этом турнире, Морозов и Санаев стали первыми в республике мастерами спорта международного класса по спортивному дайвингу. Ребята были в форме, нужно было только технически отработать все эти элементы, чтобы не было никаких задержек и время было уменьшать. То есть мы показали рекордное время, еще в прошлом году был рекорд мира, в этом году уже плавают быстрее на дистанции 100 метров полоса препятствий. И вот все спортсмены, так как вид спорта молодой, все спортсмены и в нашей стране, и в других покоряют эти рекорды постоянно. 8 июля 2016 футбольный клуб Мордовия накануне старта сезона вместе с новым главным тренером Дмитрием Черышевым посетил Иоанна Богословский Макаровский мужской монастырь. В церкви был совершен молебен, после чего священнослужитель напутствовал и благословил команду. Забегая вперед, скажу, что в трех стартовых турах этого сезона Мордовия проиграла с общим счетом 0-4, а тренер Черышев с конспектами, привезенными из Севильи, уже зимой ушел в отставку. Став одним из самых неудачных тренеров в истории ФК Мордовия. То ли конспекты перевел неправильно, то ли игрокам доходчиво свои, возможно, гениальные идеи не объяснил. Фактические действия, которые сейчас работаю я с командой, они взяты не из испанского футбола, они взяты из Севильи. Линия обороны с хорошей, жесткой, уверенной игрой взади и быстрым переходом в атаку. Поэтому и подбирались футболисты вот такого типа. Весь цвет судейского корпуса российской футбольной премьер-лиги дважды в 2003-м и спустя пять лет, в 2018-м, в эти дни собирался в Саранске для проведения сборов. 8 июля в нашем эфире мы рассказывали о втором из них. Первым руководил итальянец Роберто Розетти, а в 2018-м во главе стоял уроженец нашей республики, экс-руководитель департамента судейства Александр Егоров. Саранские арбитры провели ряд учебно-методических мероприятий, которые включали в себя теоретическую и практическую части. Именно на подобных сборах судьи, учитывая последние тенденции, выбирают стратегию работы на будущий сезон. Без этого никуда нельзя. Это основа основ. Не будет физики. Из-за физической подготовки, значит, плохо будешь двигаться на поле, будешь допускать ошибки. Все взаимосвязано. В 2019-м, 8 июля, в нашем эфире мы подвели итоги финальных соревнований девятой летней спартакиады учащихся России по синхронному плаванию. В числе фаворитов три сборные – Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Тренируют которые три наши прославленные синхронистки. Мария Киселева – это та, что из слабого звена, Ольга Брусникина и Мария Кужела. Девушки 13-15 лет выявляли лучших в четырех дисциплинах – соло, дуэтах, групповых и комбинированных выступлениях. В итоге в командном зачете лучшими были москвички, вторыми синхронистки из Московской области замкнули первую тройку – питерцы. Красивый бассейн, город тоже теплый, воздух хороший, приятный. На самом деле здесь очень светло, красиво, тоже бассейн очень красивый и мы с удовольствием в нем выступали и может быть будем выступать еще. Таким было 8 июля разных лет с точки зрения нашей спортивной редакции. Не забывайте смотреть нашу программу каждый будний день. Помните, лучше нас современную спортивную историю Мордовии не расскажет и не покажет никто.